Так, вот здесь выставка, разноплановая выставка посвящена к очередному дню рождения нашего Катайского района. Раз 2015 год, год юбилейный, это 70-летие Победы Великой. Поэтому все, конечно, посвящено Победе, посвящено Великим нашим землякам. Поэтому вот самая большая часть выставки, это, конечно, музейные фонды. Центральная часть занимает наш легендарный, известный шумный мастералыч, к примеру, полковник. Известный он не только в Курганской области. Он после Великой Отечественной войны жил и преподавал в военной академии город Москва. Есть улица Шумилова в Москве. Тайвус Муниру известен как легендарный командарм, пленивший Паулюса в Сталинградской битве. В честь Шумилова в 2014 году администрации Катайского района была учреждена медаль памятная, медаль юбилейная, называется «Память поколений». И она именная, с барельефом Шумилова Михаила Степановича. И сегодня у нас почетный гость на мероприятии к дню рождения района будет присутствовать генерал Усманов Владимир Викторович. И ему будет вручаться медаль шумилов за большую выдающуюся роль в патриотическом воспитании молодого поколения. И вот здесь, чтобы хотелось обратить внимание, центральная часть – это бюст Шумилова Михаила Степановича. На дне – это картина нашего самодеятельного художника Ляпунова Николая Владимировича, тоже участника Великой Отечественной войны, сейчас его нет вживых. Сталинградский урок. Вот такой урок преподнесли наши солдаты, наши командармы фашизму. Вот это как раз тот момент, когда сдаётся в плен многотысячная армия Паулюса, Фредерико фон Паулюса. Значит, за Шумиловым стоит памятный стяг, флаг. Он был вручён к юбилею, к 50-летию полка Красной Орлы. Это ещё одна страничка истории нашей родины малой, нашего края, Катайского района. Именно в Катайске был в 18-м году был создан полк Красной Орлы. Значит, то, о чём говорит история, тоже вторая большая картина, тоже Ляпунова Николая Владимировича, где Красные Орлы идут после победных боёв в Кушве, это Сифровская область. Им вручен вот этот большой красный флаг в ЦИК, где им вручили. И уже тогда, с того времени, они стали официально именоваться полком Красной Орлы. До этого это был первый крестьянский коммунистический полк. Костяк, основу этого полка составляли наши катайцы. И Шумилов тоже причастен в гражданскую войну, он участвовал, значит, возглавлял полк, 4-й Уральский полк. А когда наши Красные Орлы, в 20-м году, уже изгнали белочехов до Ишима, и были переформированы на Южный фронт, в район озера Сиваш, Перекоп. И там буквально несколько месяцев Шумилов был командиром нашего легендарного полка. Ну, а, конечно, самая основная мысль этой выставки – мы знаем, мы помним, мы гордимся. Экспонаты руками не трогать. Единственный экспонат. Сфотографироваться. У нас просто вчера тоже оставили экспонат. Всем же интересно потрогать. Вообще уникальные, на самом деле, экспонаты техники. Вот полвека этой техники он работает. Дай Бог, после праздников, после этих тоже будет работать. И в рабочем состоянии останется. Представь вот этого вот человека, с кем мы встречались. Вот фотосъемку ведет депутат городской думы Коновалов Леонид Александрович. Он является еще и председателем литературного объединения «Катайск». Очень активную деятельность они ведут. Выпускают книги, сборники, поэзии, прозы. На Катайском районе плодотворный клуб. Пойдем дальше по уступке? Пойдем дальше. Так, мы остановились, да, на нашем центральном лозунге. Кем мы знаем, напомним, мы гордимся. А гордиться у нас есть чем. История у нас очень богатая. Именно нашего Катайского района. У нас семь героев Советского Союза. Это большое количество. У нас пять военных генералов. Во время Великой Отечественной войны уже было пять военных генералов. Будущий маршал Советского Союза, единственный маршал Курганской области, Голиков Филипп Иванович, во время войны был генералом. Вот в их числе, там, в ходе ряде он есть. Вот он говорит. Да. Не зря наш Шумилов Михаил Степанович и в ряду генералов Великой Отечественной войны, и герой Великой Победы. Это надо помнить, это надо знать. Этим нужно гордиться. Это наша история. Интересные факты, цифры здесь приведены. Приведен ряд фотографий, памятников мемориалов по району. Те, которые были установлены в 70-х годах в каждом сельском совете, в каждой деревне, участников Великой Отечественной войны. И центральный наш мемориал, тот, который был открыт в 73-м году. Вот сейчас он преобразован в аллею славы, где установлены бюсты семи героев Советского Союза, где находится братская могила участников гражданской войны. И не зря один левый барельеф как раз слава и вечная память участникам гражданской войны. Это была настоящая правополитная война, страшно. Ну и правая часть это участникам Великой Отечественной войны. Здесь не все на тех фамилиях мемориальных плитах. Поэтому в этом году и в следующем году будут установлены новые плиты с именами тех, которых нет ни в книге памяти, ни только в людских жизнях остались, в судьбах, в памяти людей. Вот они принесли фамилии, дополняется этот список, будут внесены на эти мемориальные плиты. Здесь же находится памятник, памятный столб пограничным войскам. Вот такая символичная аллея славы. Здравствуйте. 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 А вам? Ну, как сказать, нравится. Я пошла в него. Там, пойдем, покажи. Что? Вот этот стенд был в военкомате раньше. Да. Сейчас он говорит. А тут... Мой дядя, Николай Иванович. Знаешь? Да. Я... Николай Иванович, где он, где он? А, Николай Иванович, вон, наверное. Да, здесь Николай Иванович. Вот он. Николай Иванович. Это вообще здорово. Вот столько... Это не один стенд, там еще несколько стендов было, но вот мы его забрали. А вы где, а те где? Не забрали. Вы шли, не успели, потерялись, да? Так там много было. Да. Конечно, жаль. А Луценко еще делал все. Да, да. А фонд, а наш фонд, который хранится. Угу. Несколько тысяч дней хранения, вот это, по воспоминаниям, по гражданской войне тоже их Луценко собирал, Иван Андреевич. Только благодаря ему у нас единственный, единственный архит большой гражданской войны. Знакомые же раньше, мы еще пионерами были, вон с Коврегиным встречались. Ковреги, Ковреги. Учителя, участники войны. Тут же Гусев, Иван Дмитриевич, Дубленых, Торопова, да, Клавдия Ивановна, Варин Иванович, вот в музее, зал быта, крестьянского. Эта часть передала им, да, в нашем музее все время. Там много легендарного. Меньшиков Василий Иванович, летчик, полковник. Вон они, заводчане все рядышком. Заводчане, да. Где у вас там? Встречай делегацию. Можем? Можем? А, не знаю. У меня остальные, я плачу. Завиану, конечно. Все, мы с ним. Кто-то сейчас фотографировался? Там где-нибудь. У вас фотографировался? Делегация наша. У нас фотографировали. У нас есть камеры. Ну, это совсем другое. Там фильм есть. Ну, давайте сдержим фото. Здесь можно фото сделать? Но на качестве не очень хорошее. Тогда у нас есть фотограф Дегал, Дмитрий Александрович. Он ушел вниз. Пойдемте дальше, повыстрейте. Расскажите дальше. Расскажите. 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 Ватагин Алексей Михайлович. Еще был награжден до Великой Отечественной Советско-финской войны. Последние месяцы войны Великой Отечественной он возглавлял танковую часть. Поэтому танкисты считают его своим. Но судьба его трагична. Он погиб, не дожив до Дня Победы, 10 дней всего. И в память о этом герое, великом человеке, танкисты, уже в советское время, в 60-х годах, танкисты одной из частей, которая стояла в Грузии, в Тбилиси, попросили, походотайствовали, чтобы их часть назвали Ватагинской. Так и было сделано. Ватагинская часть была переименована. Есть приказ командира этой части, что фамилию Ватагина Алексея Михайловича навечно внести в списки полка 1-й роты части. И у нас в Катайском районе ежегодно сотни людей шли служить в Ватагинскую часть. И вот фотографии, ряд фотографий. Здесь и проводы в армию. Это было все празднично. Это все было торжественно. Первые призывники уходили все в одной единой форме. Для них покупались костюмы, куражки белые, как они помнят, по их воспоминаниям, и чемоданы. Вот с такими чемоданчиками они уходили все служить. Очень красиво, запоминающе. Много делегаций ездило из Катайска туда в часть, в Белеси. Тоже фотографии есть. Вот они тоже наши передовые люди ездили туда в часть. Много интересных моментов, связанных со службой. И привозят, рассказывают, например, вот два братья Алексеевы. С одной деревни служили оба в Ватагинской части. И мало того, служили, они были в одном, экипажем одного танка. Прошли всю службу вместе. Вот, картина, где показывал побитый немецкий танк, «Салют победы» называется. Это тоже нашего художника, профессионал-художника тайский, Багаиленский Леонид Николаевич. Сейчас его нет живых. Он тоже в танковых войсках служил. О чем говорит его армейские листы из армейского его альбома. В 1964-й год, 1968-й, служил он в Германии. Вот такие воспоминания у него сохранялись. Переданы его родственниками. Ну и наша легендарная девушка-танкистка, Лагунула Мария Ивановна. Легендарная, известная не только у нас в Катайске, но и по России она известная. Потому что, если вспомним, что в период всей Великой Отечественной войны в Красной армии было всего 29 женщин-механиков танка. Среди них была наша Лагунова Мария Ивановна. Одна из них. Они сняты фильмы, они написаны книги. После войны она жила в городе Бровары, это под Киевом. Она почетный житель Киева. Есть улица Лагуновой в Киеве. А история ее такова. Она напросилась на фронт, научилась, специальные курсы прошла, стала механиком танка, прошла десятки боев. И в одном из боев под Киевом, именно недалеко от местечка Бровары, она была... Танк был подбит. Она была тяжело-тяжело ранена. Экипаж погибает, танка ее. Ее едва успевают вытащить из танка. И, очнувшись в госпитале, уже в Омске, она чувствует, что нет ног. Многие ампутировали. Потом уже, конечно, очень-очень сильно поддерживали товарищей из дивизии. Ездили, проведывали ее. О ней стало известно. Ее наградили в Крем, в Сомска. И вручали ей орден Красной Свисты. Ну, интересно, вообще, история ее всей жизни. После войны она, ей, ее товарищи из дивизии подарили Волгу с ручной управлением. И на Волге она с Украины ездила к нам, сюда, катаясь на Волге. Вот, и трагичная ее судьба, она погибла в 75-м году, когда вот разбилась на машине. Ехала на машине, перед ней ехала повозка с людьми, или лошадь понесла, или что-то случилось там, испугалась чего-то. И ей пришлось ехать с дороги, вот, жертвуя собой, она спасла людей. И вот такая, герой по жизни. Следующая часть выставки. Это работа в тылу. Это женщины, это вдовы, портрет матери. Водарин шадринский художник, он зовут Саева Алексея Ивановича Александровича, его женой. А он-то уже ниже, 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 портрет матери, друженицы тыла. Это тоже наш художник-профессионал, их Александр Ивановича художник. В Катайске он живет, в Божьем здоров. Большая, вот, в центре картины, это смена. Катайский насосный завод. Вот они, металлург, пельтейный цех. А ниже, это вот, небольшая часть работников Катайского насосного завода. Те, которые работали во время войны, были подростками, но работали уже. Идет награждение. Тоже стенд совсем небольшой, женщин было очень много. У нас более 200 женщин в первые дни ушли добровольцами на фронт. У нас из деревни Чусовой была женщина-пулеметчица, которая всю войну, она принесла пулемет на своих плечах, пулемет не только со снарядами, погибла в Польше. Всю войну прошла. Женщина-маленькая, кутенькая, кутка. И небольшие фотографии. Это уже современная жизнь, современная память. Это то, чем мы гордимся, то, что мы знаем. В Катайском районе есть организация пограничников. В прошлом году создано было объединение, называется «Цитадель», объединение танкистов Катайского района. Тоже всех лет здесь и в мире. Видите, замечательно. Тоже наша местная достопримечательность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такие у нас мероприятия в Катайске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Расскажите о каждом произведении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой взрыв был у нас Я об этом потом написал Иван Суворин Это руководитель, один из организаторов нашего клуба Здесь у него стихи Пермяков Это вторая у него книга Лирика Машников Михаил Александрович Выставил три детских книги Ох уж это баба ёшка Потом заглянем Дети в мир чудес И приключения Борона Мюнхгауфгена И лирика Мелодия Луны Струн И вот сегодня мы с вами представляем А это потом вы где будете выставлять? На Ютубе Это кино Потом будет монтироваться и фильм будет Сюжетную линию выставляться Ага Интересно Сами делаем Ну да Молодцы Открыть Наших авторам Вот Там На кушке Нам, что Напишите Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Да, мы представляем выставку Мы знаем, мы помним, мы гордимся Вот, это все наши фонды нашего музея Пол музея вывезли сюда Развесили, расставили Людям нравится Молодцы Молодцы Низкий поклон вам Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Один из тех, кто хочет Один из тех, кто хочет Дима Торзок Дима Торзок Дома мне надоело это Дома? Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Один из тех, кто хочет Дима Торзок Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 А это вот так!